Приветствую вас, и я понимаю, я понимаю, что вы зависимы от игр, от игры. Кстати, а от чего конкретно вы зависимы, то есть от какого рода игр? От азартных, от компьютерных, какие конкретные игры вызывают у вас зависимость. Я это понимаю, вот, но что если я скажу, что ваша зависимость стала возможной, благодаря тому, что вы пытаетесь справиться, то есть вот то, как вы пытаетесь справиться, с ней сейчас, да, ну, со своей зависимостью, так вы вероятно пытаетесь справляться со всеми вещами, которые в вашей жизни происходят, вот, так вы пытаетесь справляться, вероятно, со всеми аспектами, вот, в своей жизни, что безусловно не есть хорошо, то есть справляясь, вы подавляете свои чувства, свои желания, да, свои потребности, справляясь, вы заглушаете их своим желанием, свои потребности, опять же, свои чувства самое главное, вы самое главное заглушаете именно свои чувства, таким образом, то есть вот, ну, благодаря такому своему поведению, вот, и поэтому начать я предлагаю вам именно с этого, с того, чтобы не справляться, с зависимостью не подавлять ее еще раз, я уверен, что вы этого делаете достаточно, а именно начать с того, именно начать с того, чтобы посмотреть, что вам эта зависимость, ваша, ваша зависимость дает, конкретно, что она вам дает, как вы себя чувствует, понимаете, любая зависимость возникает из-за того, что человек не реализует должным образом свои потребности, свои чувства, свои эмоции, вот, человек не выражает их должным образом, и именно поэтому, именно поэтому, именно поэтому, вот, такая зависимость, то есть, я уверен, что, когда вы, вот, начинали только, ну, когда вы, когда вы, начинали, допустим, играть, только, я уверен, что вы не очень хотели этого, то есть, вам было, вам это было, как-то, тяжело, вы это воспринимали, как, что-то негативное, вот, вы ругали себя, возможно, корили себя, возможно, за то, что вы делаете, вот, вот, стыдили себя, но все равно продолжали, все равно продолжали, продолжали играть, и будете продолжать играть, до тех пор, пока не перестанете себя обвинять, до тех пор, пока не перестанете себя обвинять, то есть, тут, я надеюсь, понятно, что нужно найти источник обвинения, вот, то есть, ну, почему вы себя обвиняете, почему вы себя запрещаете, прямо реализовывать свое желание, может быть, вы чего-то боитесь, может быть, что-то еще, вот, ну, собственно говоря, ответ на ваш вопрос, да, он кроется здесь, в этом, то есть, любую зависимость подавлять нельзя, ее нужно раскрывать, вот, и до тех пор, пока вы будете подавлять что-то, у вас будет сопротивление, вы, скорее всего, будете заходить и задавить, значит, в первую очередь, первоначально, да, нужно раскрыть, вот, собственно, аспект того, значит, как часто вы себя подавляете, как часто вы, значит, пытаетесь с чем-то справиться, вот, как часто вы это делаете, вот, это первый аспект, аспект, и аспект второй, это, что вам дает ваша зависимость, да, то есть, ну, какие она вызывает у вас чувства, то есть, чего вам не хватает, вы же почему-то это делаете, да, вот, вы же почему-то, почему-то, для себя такую модель выбрали, ну, такую модель реализации своих, 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 потребностей своих желаний, вот здесь и в этих двух аспектах и кроется решение вашей проблемы. Другое дело, готовы ли вы решать эти проблемы, готовы ли вы работать с этим, это вот уже вопрос другой. То есть вот судя по тому, что вы написали, да, написали вы достаточно немного, вот, мне кажется, что не готовы. Могу, конечно, в этой ситуации ошибаться. Еще можно вам предложить обратить внимание на свою самооценку. То есть вот именно на то, как вы к себе относитесь, что вы о себе думаете, то есть чувствуете ли вы себя, например, раздавленным, опустошенным, вот и так далее. Если чувствуете, то это еще один повод для вас, чтобы, ну, подать зависимость. что еще важно, что еще очень важно, это тщательно исследовать чувства, которые у вас возникают тогда, когда вы играете, что это за чувствуете, что это вам дает, с чего вы в этот момент вы хотите. Многое зависит, кстати, от игры. То есть азартная игра это одно, соответственно, компьютерная игра это совсем другая история, вот, ну и так далее, и так далее. То есть вот это то, что я могу вам сказать. Для большей информации, ну, соответственно, для большего результата, да, вам необходимо выбрать себе психолога на нашем ресурсе и начать с ним работать по данным направлениям, потому что работа с зависимостью это именно работа, это не что-то такое единовременно, единоразово, к сожалению. Так что если хотите освободиться, я подчеркиваю, освободиться от зависимости, то есть вы хотите играть, играйте, то есть вот знаете, а запрет, это неэффективно, запрет не работал. Тем более если это запрет какой-то такой, знаете, необоснованный, да, если это запрет такой, не очень понятный человеку, да. Вот. Поэтому запреты, запреты мы с вами делать не будем. Мы будем с вами стремиться к тому, чтобы вы играли, если хотели играть, чтобы вы не запрещали себе играть, вот. Но сделали это столько, сколько вам хочется. То есть чтобы вы не делали этого бесконтрольно, как это происходит сейчас. Вот это наша с вами основная задача. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что вы для себя что-то новое потерпнули. Надеюсь, что вы полезное что-то для себя услышали. Вот. И надеюсь, что вы будете серьезно думать насчет того, чтобы начать работать. Да. Чтобы начать, ну, именно заниматься собой. А то есть позаботьтесь о себе. Ведь жизнь, зависимость это постоянное напряжение. Это постоянная борьба. Да. Вас прекрасно можно понять. Прекрасно. Ну, так сделайте, сделайте для себя это. Позаботьтесь о себе. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.